Цены и предпочтения на рынке Севастополя Весь прошлый год мы видели большой интерес к такой именно недвижимости Каждый россиянин мечтает иметь кусочек моря, кусочек солнца Это значит земля с дачкой или домиком, пусть небольшим Да, действительно, у нас ведь россияне среднего класса приобретали в прошлом году недвижимость Крупные виллы, дома огромные Это были нечастые сделки А вот обычные типовые покупки, это, конечно, для среднего класса И цены, конечно, взлетели, на 50% у нас увеличилась стоимость недвижимости Сегодня, допустим, пустой земельный участок, можно купить разные очень цены Потому что разные... Ну, в зависимости от того, какая земля, какие условия, развязки, насколько я понимаю Это правда очень важно, коммуникации есть или нет, целевое назначение земельного участка Близость транспорта, близость школы, вот, то есть для садовых целей Или для постоянного проживания Тут нельзя сказать одной цифры за квадратный сантиметр или метр этой земли Ну, естественно, насколько я понимаю, все-таки разброс довольно широкий Очень большой, и нельзя оценить так вот участок Просто поговорив о нем кратко, надо подробно с выездом на место Тем не менее, садовые земли можно приобрести от 10 до 15 тысяч долларов Там небольшие, такие недорогие участки Если это земля для ИЖС, индивидуального жилого строительства, где вы можете построить жилой дом с пропиской в ЖИС Для постоянного проживания, там, конечно, сейчас цены около 40-50 тысяч долларов за участок Это хорошие участки в городе Это приблизительно где-то около 10 соток Да, ну, в среднем так Вот, если говорить о домах, если это дачи, жилые дачи, где там можно жить постоянно От 20 тысяч долларов до 30 можно найти такой живой домик, где можно жить и зимой Кстати, напоминаю, дачная амнистия у нас существует теперь в России Что эти садовые дома можно привести в порядок документы, узаконить, получить место о праве собственности И потом постепенно даже в России есть такое право прописываться по садовым домам И дачную амнистию продлили до 2018 года Как-то мы говорили, что она действует до 1 марта Но вот уже есть понимание, что она будет еще 3 года действовать Поэтому успеют все севастопольцы, кто желает, привести в порядок документы именно по садовым домам И, кстати, мы можем помогать в этом Что касается домов у моря Дома у моря, это, конечно, вы правильно заметили Это самые интересные такой вид недвижимости Каждый россиянин спрашивает, хочу у моря, поближе к морю, чтобы пешком на море Но, тем не менее, дома у моря, действительно, и земли у моря стоят дороже всего Есть участки у моря, которые стоят и 100 тысяч долларов И есть такие желающие, которые хотят приобрести, да их мало А есть дома у моря, которые могут стоить полмиллиона и 800 тысяч, и до миллиона Но это, конечно, покупки для элитных покупателей, которые позволить себе могут такие цены, такие суммы Таких немного людей А среднестатистический покупатель спрашивает, дом около 200 тысяч долларов, чтобы он стоил А дачный дом, того меньше То есть предпочтение покупателей недвижимости в Севастополе именно вот варьируется в этом среднем диапазоне или нет? Ну, действительно, варьируется, можно так сказать, в среднем диапазоне И так как у нас сейчас резко ослаб рубль, как мы видим, сколько стоит доллар Кстати, сегодня потихоньку укрепляется Начал отыгрывать свои позиции Паррель у нас подрос в нефти Рубль, соответственно, тоже почувствует свое оздоровление Поэтому мы видим, что вот та плановая тенденция на укрепление рубля Как мы и говорили в прошлых передачах, она начала постепенно происходить И покупатели хотят покупать предпочтение купить ту жилую дачу, где можно жить и зимой Это недорогие покупатели, в основном по телефону спрашивают, там, за полтора миллиона рублей хотелось бы приобрести Конечно, немного таких предложений Да еще и прибавились к нам покупатели из Украины Вот, из Юго-Восточной Украины, которые не в силах, там, купить большие дорогие дома какие-то Но вот такие вот садовые дома, где можно затопить печь, там, элементарно помыться Пусть это будет садовое С минимальными условиями Ну, действительно, таких покупателей очень много и предпочтение очень много купить недорогой домик Вот, и у моря готовы люди строиться, то есть не боятся, раз мы теперь тоже Россия Россияне, если раньше к земельным участкам относились как к хлопотной недвижимости Потому что строительство, это прорабы, это удаленность, это другое законодательство То сейчас одно законодательное поле, и уже россияне готовы покупать просто пустые участки для того, чтобы построить себе там дом, домик, виллу, у кого какие замыслы Но главное в этом деле, это, конечно, коммуникации Чем ближе коммуникации к вашему участку, тем дороже будет стоить ваш участок Я призываю владельцев земельных участков, садовых домов, домов просто, ну, проконсультироваться как минимум У оценщика 55-37-37, простой телефон, запоминайте, где вы можете позвонить и начать разговор о цене вашего объекта именно с оценщиком, не с соседом И нельзя равняться на цены позапрошлого года или прошлого года подросшие в пол раза У нас сегодня новые цены из-за того, что... Новые условия диктуют новые правила Ну, потому что покупательский спрос диктует предложение И действительно, если сейчас робот вот так ослаб, хоть и начал потихоньку укрепляться, то, естественно, цены у нас, мы видим, просели процентов на 20-25 Поэтому нельзя гадать, сколько стоила ваша недвижимость в прошлом году, значит, столько и в этом В позапрошлом, значит, столько и в этом Можно прогадать или затормозить свою продажу, если она у вас есть, такая цель, из-за неправильной цены Приглашаю воспользоваться консультацией бесплатно А владельцев земельных участков сейчас тревожат новые законы о земельном контроле И информация СМИ о проверках прокуратуры правильности выделения участков Какова вероятность возврата земельных наделов, выданных еще во времена Украины? Да, я действительно тоже слышу часто от наших клиентов и в прессе Что вот такие новые законы, контролирующие рынок земельных участков Они действительно приходят к нам, ну и правильно Но это не может коснуться простых севастопольцев, которые получили свои 6 или 10 соток Когда-то там по приватизации, когда работали от работы или за то, что ты севастополец Или купили в эту землю У нас 6-й федеральный закон, который 21 марта 2014 года был принят в Москве Четко сказал, что все наши документы на право собственности, в том числе и на земельные участки Раз мы сейчас о них являются вечными То есть не надо волноваться, что у вас отберут вашу собственность Вот эти контролирующие формы, они, конечно, важны и нужны для тех больших гектаров земли Которые были выделены, там, не знаю, правильно, неправильно, не мне судить Для этого и есть вот эти органы, которые разбираются Когда эти юридические лица, предприниматели получили эти участки Или там получили их на конкурсе, правильном, неправильном в аренду И не осваивают их, или осваивают их не по целевому назначению Это, как говорится, для коммерсантов, не для простых севастопольцев Поэтому, пожалуйста, без паники И сейчас вот много я вижу неправильных, я считаю, действий со стороны севастопольцев Которые стремятся в кадастровую службу, получить кадастровый паспорт на свой земельный участок Новые свидетельства российские, все для того, чтобы не отобрали Не волнуйтесь, пожалуйста, шестой федеральный закон нас бережет Ничего у нас, у простых севастопольцев, наши там скромные земельные участки Которые мы получили когда-то по приватизации или купили, никто не отберет От земельных участков давайте перейдем все-таки к квартирам Какова нормативная и рыночная стоимость квадратных метров в Севастополе? Ну, давайте определимся, мы сейчас поговорим о новострое Нормативная стоимость, она для новостроя Как бы устанавливается и придерживаться должен застройщик И 30 тысяч рублей за квадратный метр Такова нормативная стоимость строительства новых квартир На первое полугодие 2015 года, сказал законодатель Но не всегда нормативы могут идти в ногу со временем В прошлом году, когда утверждалась эта нормативная стоимость Но это была достаточно приличная сумма Не было такой привязки, вернее не было такого доллара, как сейчас Ведь он подрос практически в два раза А строительство все же на 20-30% своей стоимости зависит от доллара Я не застройщик и не такой опытный строитель, как хотела быть Ну, строительные смеси различные, плитки различные И есть необходимость, есть зависимость Тем более, что мы сейчас покупаем только дорогая перевозка Все мы это привозим из России То есть, действительно, застройщику просто невозможно выдержать эти 30 тысяч рублей за квадратный метр Я вижу о том, за что можно купить сегодня новостройку Как бы от 50 тысяч рублей за квадратный метр Предлагается на рынке новое жилье, которое еще в стадии строительства Или которое там будет построено через полгода Вот, то есть, не готовое, где ты можешь тут же жить или делать ремонт Поэтому, конечно же, эти цифры не совсем рядом И тем более, что вторичный рынок, он дороже, чем первичный Потому что это готовая квартира Ты можешь не сразу жить, переклеить обои, не переклеивать и сразу же пользоваться То есть, въехал и пользуйся Въехал, пользуйся Или же купил и сдавай Потому что новострой ты не сможешь сдать Ты его должен подождать Ты его должен потом отремонтировать То есть, денежных вложений еще много И риски недостроя тоже имеются Поэтому перспектива, ну как бы, надежда на покупку достойного, доступного жилья Вот у севастопольцев все же есть Потому что, ну, я вижу, что цены регулирует Россия И желает, чтобы не было там спекуляций И на рынке недвижимости тоже у застройщиков Поэтому этот вопрос тоже контролируется И я, ну, смею надеяться на то, что севастопольцы смогут покупать доступное жилье Пусть в сегменте новостроек Пусть там вот эти 50 тысяч рублей за квадратный метр Конечно, не каждый севастополец С пенсии или зарплаты Ты не найдешь эти 50 тысяч рублей за квадратный метр Об этом ничто и не говорит Естественно, это надо что-то продать Какое-то наследство, какую-то ненужную дачу Или какой-то гараж там достался вам То есть, это все равно какие-то есть С продажи другой недвижимости Люди обычно покупают себе очередную недвижимость То есть, это никогда не было Карманными деньгами Пошел и купил себе квартиру Поэтому я надеюсь, что вот эти Доступное жилье У нас еще будет и с помощью Таких вот Субсидирования процентной ставки Потому что 20 миллиардов рублей Правительство России выделяет Для помощи Вот именно заемщикам Субсидировать будут процентную ставку Кстати, вот об этом поподробнее Я надеюсь, что нашим севастопольцам Из 20 миллионов тоже достанется Миллиардов Миллиардов, простите Да, миллиардов, да, извините Вот, тоже достанется часть этих денег Ну, потому что мы Россия Об этом прямо говорят Вот, для того, чтобы были доступные кредиты У наших севастопольцев Вот тогда это будет и доступное жилье Это у нас впереди в этом году, кстати Какие советы сегодня можно дать Владельцам объектов коммерческой недвижимости При сдаче ее в аренду? Да, это правильный вопрос Потому что я вот даже сейчас шла на передачу И посмотрела, как на Большой Морской Вот повсюду висят вот эти баннеры, наклейки Сдам, 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 сдам Вы тоже заметили? Конечно То есть это вот с этого года Мы просто увидели массу выброса Объектов недвижимости Для сдачи в аренду Которые раньше и в прошлом году Были заполнены арендаторами Бурлил там у каждого свой бизнес Сейчас опустили эти дорогие объекты Потому что в центре города Вы находитесь В центре дешевого не может быть ничего В центре наиболее дорогие ставки аренды И так как наши арендаторы В долларах доходы не имеют А в рублях То естественно Хозяевам этих объектов Надо тоже пересматривать свои ставки Забывать о долларовых коэффициентах О долларовых эквивалентах Уже фиксировать рубль Да, где-то терять Ну нельзя В прошлом году Раз мы увидели Что все у нас в половину поднялось В цене арендные ставки В том числе и за спроса А сейчас рубль ослаб То значит В рублевом эквиваленте Мы должны сдавать Мы, владельцы Этой недвижимости И беречь своих старых арендаторов Если вы видели Что это добросовестные арендаторы Если они платили вам вовремя И в срок Не делали ущерба вашей недвижимости Значит надо продолжить с ним Арендные отношения А не просто приходить И в одну минуту повышать Ставки из этого доллара Рубля И говорить Как это вам не выгодно Иметь такого бедного арендатора А пустой объект недвижимости Выгодно иметь? Нет Вот Поэтому конечно же Нужно беречь своих арендаторов Нужно также понимать Что сейчас Большим спросом Объектов Коммерческой недвижимости Будут пользоваться Сдача В спальных районах Где эти объекты Дешевле То есть бизнес И опять же Ближе к массовому покупателю Ну да И ближе к народу Вот То есть и услуги Там тоже хорошо оказывать Не обязательно же В всем центре быть Поэтому я вижу Что заполняются Вот именно Такие площади Которые в спальных районах Подешевле Да еще я владельцам Объектов Коммерческой недвижимости Могла бы посоветовать Чем пустовать объектом Думайте Может быть Каким-то бартером Брать арендные ставки У ваших арендаторов Если это торговый Там магазин Значит Ну может быть Продуктами Если это двери Или там окна Значит Возможно там Ремонт какой-то Вы заодно сделаете В своей другой недвижимости Поэтому гибкость Гибкость Надо проявлять Владельцам коммерческой недвижимости Чем они просто Будут пустовать С таблицами Баннерами о том Что сдам-сдам Ну и никакого дохода Спасибо большое Что нашли время Пришли к нам в студию Вы смотрели программу В контексте Эфир же Информационного канала Севастополя Продолжается Не переключайтесь Впереди Немало интересного Редактор субтитров А.Семкин